6 класс, 9 серия. Множество. Множество х – это числовое множество, элементы, числа. 1, 3, 5, 7, 9. 5 элементов в множестве. Рассмотрим ещё множество у. Элементы 1, 2, 3, 4. Эти множества пересекаются, потому что есть общие элементы. Общие элементы находятся в области пересечения. Только множеству х принадлежат 5, 7, 9, а только у – 2 и 4. Что такое разность множеств х-у? Это те элементы, которые принадлежат только х. 5, 7, 9. А разность у-х – это те, которые принадлежат только у. 2 и 4. Если одно из множеств является подмножеством другого, с подмножество х. На диаграмме – это круг в круге. Только множеству х принадлежат 1, 7, 9. Рассмотрим разность х-с. Это те элементы, которые принадлежат только множеству х. А другая разность, с минус х, это пустое множество. Потому что из с, если вычесть все элементы х, не останется ничего. Пустое множество. Если множество не пересекается. Если множество не пересекается. Разность х-д – это будет само множество х. А д-х – это само множество д. Задача – найти значение сначала разности множеств а и b, а затем еще вычесть с. Три множества. Причем есть элемент, который принадлежит всем трем. Круги пересекаются. Все три круга пересекаются. И в области пересечения всех трех – элемент 3. А и b имеют еще общий элемент 2. b и c – общий элемент 6. a и c – общий элемент 4. Только a – 1. Только b – 5. Только c – 7. Так, из множества а нужно вычесть b. То есть я сейчас покажу те элементы, которые принадлежат а, но b не принадлежат. Это 1 и 4. Теперь из этого значения нужно вычесть те элементы, которые принадлежат c. Останется только 1. Итак, ответ 1. Давайте повторим нод и нок. Нод – наибольший общий делитель. Это наибольший из общих делителей чисел. Например, числа 4 и 10. Надо найти нод. Если числа небольшие, можно, перебирая их делители, сразу назвать нод. Делители 4. 1, 2, 4. Делители 10. 1, 2, 5, 10. Общий делитель 1 и 2 – наибольший 2. Если числа взаимно простые. Наибольший общий делитель равен 1. Вот это два простых числа различных. Их нод – единица. Когда одно из чисел делится на другое, нод – меньшее число. Наименьшее общекратное. Это наименьшее число, делящееся на каждое из этих чисел. Как устно, быстро найти нок, если числа небольшие? Мы берем то число, которое больше, и начинаем перебирать его кратное до тех пор, пока не получится число, делящееся на 4. 10 на 4 не делится. Следующее – 20, а 20 делится 20 нок. Если числа взаимно простые, нок – произведение взаимно простых чисел. А если одно из чисел делится на другое, нок – большее число. Произведение нод на нок чисел А и Б равняется произведению А на Б. Давайте на примере. Убедимся в этом. Наибольший общий делитель – 12 и 15. Общие делители здесь 1 и 3, наибольшие из них 3. Нок. Берем 15 и начинаем перебирать кратные. 15 на 12 не делится, следующая кратная – 30 на 12 не делится, 45 не подходит, а вот 60 делится на 12. 60 нок. 30 умножить на 60 – 180. точно такой же результат мы получим, если перемножим числа 12 и 15. Тоже получится 180. Тоже получится 180. Алгоритмы Эвклида с вычитанием. Алгоритмы Эвклида позволяют быстро найти ноды. В том случае, когда числа большие. Очень удобно пользоваться алгоритмом Эвклида. Итак, два числа – 400 и 250. Наибольший общий делитель надо найти этих чисел. У этих чисел будет наибольший общий делитель точно такой же, как и у другой пары, где большее число мы заменили на разность этих чисел. Потому что нод делится на каждое из этих чисел, будет делиться на их сумму и на их разность. Вот почему мы вместо большего пишем разность. Так, теперь рассматриваем следующую пару. Опять вместо большего числа мы запишем разность между ними. Вместо 250 мы запишем 100. Получилась пара чисел 150 и 100. Так, теперь большим числом является 150. Опять отбрасываем 150. Вместо него пишем разность между ними. Значит, 50 и 100. Одно из чисел делится на другое, но д – меньшее число. 50. Вот довольно быстро, практически устно, мы получили ответ. Если одно из чисел значительно больше другого, то удобнее пользоваться алгоритмом Эвклида с делением. То есть можно, конечно, 150 отнимать несколько раз. А можно выполнить деление. Большего на меньшее. И вместо большего числа записать остаток при делении. Но это все равно, что если бы мы 4 раза отняли 150. Результат получился бы точно такой же. Итак, 120 и 150. Большее число 150. 150 при делении на 120 дает остаток 30. Так, получили вот такую пару. Одно из них делится на другое, а значит, нод – меньшее число. Нод – 30. Субтитры создал DimaTorzok